Мороз Мороз Как вы оцените трассу Раменского ипподрома? Она отлично, очень хорошая трасса, подготовленный лед, но видите, погода как чуть-чуть снизилась, конечно, когда больше температура воздуха, лед жестче и автомобиль едет чуть быстрее, сейчас все будут внутри ехать, стараться не вылезать наружу, потому что очень много отработки и ты сразу в ней стопоришься и дальше тебя обгоняют На какой машине выйдете на старт и как ее готовили к гонкам? Ну, машину готовят механики, у меня своя команда из Токорали, под Москвой, инженеры, Ситроен, Саксо, я на ней давно уже езжу, менять не хочу пока, потому что их два автомобиля, можно было на Калину, но это дорого все, очень дорого К сожалению, вот этот вид спорта, он достаточно дорогостоящий, поэтому сейчас не самое лучшее время и в экономическом плане привлечения спонсоров для поддержки таких спортсменов и такого вида спорта Но я думаю, что у нас все впереди, был, конечно, несколько лет назад вообще рассвет, когда, если вы помните, а если не помните, я напомню, что Московская областная дума машины дарила победителям вот этапа мороз, который проходил в Раймском К сожалению, сейчас мы себе это позволить не можем, но я думаю, что к этому будем стремиться и я думаю, что все равно вместе с изменением экономической ситуации будет меняться и отношение к этому виду спорта и он будет обязательно развиваться Во втором заезде второго этапа чемпионата России стартовала единственная представительница прекрасного пола Юлия Струкова из Курска Папа был гонщиком, и я пошла по его стопам, а он бросил и сказал, что теперь все силы буду уделять тебе И он вами гордится, наверное? Думаю, да А что самое сложное в таких вот условиях, на ваш взгляд? Это отсутствие видимости, когда ты не видишь, не видишь, куда ты едешь, при этом ты должен точно выпадать в поворот и на входе и на выходе, это вносит определенные коррективы в езду Как настраиваете себя перед гонкой? Ну, не сказать, что да, на чемпионате России я приехала вот выиграть и все Выступать с такими гонщиками на одной трассе уже для меня огромное событие и набираться у них опыта Второй этап чемпионата России по треку завершился уверенной победой Дмитрия Прагина с максимальными 30 очками Серебро у Романа Аввошкова и бронза у Эдара Нуреева 23 февраля состоится третий финальный этап чемпионата России по треку, в котором и определится чемпион сезона 2017 года Екатерина Алафимова, Сергей Григорьев, Андрей Миленцев для программы Городские вести